МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Американский президент заболел коронавирусом через сутки после интервью, в котором сказал, что не будет бороться за кресло президента, если возникнут проблемы со здоровьем. Россиян готовят к мысли о войне до 2034 года. Что известно о новых прогнозах и какова конечная цель Москвы? И будем в этот документ закладывать предохранители? Битва за крынки. ВСУ отступают или удерживают позиции? Что происходит в населенном пункте на левом берегу Херсонской области? Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начнем. Атака с воздуха и с моря. Российские оккупационные власти жалуются на массированный налет и даже наплыв беспилотников. В Минобороны РФ говорят, что в ночь со среды на четверг пришлось сбивать БПЛА над Крымом и Брянской областью. Всего 33 дрона. В то же время россияне заявляют, что уничтожили якобы абсолютно все морские дроны, которые были замечены в акватории Черного моря. Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены 10 безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова. В то же время мониторинговые каналы уточняют, что морские дроны не просто следовали, а прибыли к побережью Крыма, что вызвало невероятную панику среди российских военных. В сети опубликованы кадры хаотичной стрельбы по целям в море. Утверждается, что были слышны мощные взрывы. И еще в Минобороны РФ не говорят о взрывах на территории России, которые прогремели в 2000 километрах от Крыма. Легион «Свобода России» заявляет, что бойцы сопротивления уничтожили несколько единиц военной техники РФ на аэродроме Большое Савино в Пермском крае. В Легионе заявили, что теперь эта техника не отправится на линию фронта. Байден в изоляции, но чувствует себя неплохо. У действующего главы Белого дома диагностировали COVID-19. Уже, кстати, не впервые. Врач Байдена уверяет, что у пациента лишь легкие симптомы, он уже получает должное лечение и пока будет изолирован в своем доме в Делавире. Интересно, но буквально за сутки до того, как Байден узнал о своем диагнозе, в интервью он заявил, что прекратит свое участие в предвыборной гонке, если врачи обнаружат у него какую-то болезнь. Однако пока Байден, судя по всему, остается в игре. Тем временем, действия нынешнего президента опять поддаются критике. На этот раз американский генерал в отставке, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, Бен Ходжес заявил, что администрация Байдена не помогает Украине и не ставит ее победу в войне с РФ как цель. «Белый дом не просто не принял этого решения. Это даже не стоит как цель Белого дома. Они просто не хотят этого. Всем бы понравилось, если бы Россия просто сдалась и убралась домой, без хаоса в самой России. Но они не готовы сделать необходимого, чтобы достичь этой цели. Есть какой-то чрезмерный страх, что Россия применит ядерное оружие. Почему мы настолько убеждены, что когда Россия начнет проигрывать, они будут использовать ядерное оружие. Они не использовали его два года назад, когда украинцы освободили Харьковщину, Херсон, когда отбросили россиян. И это было единственным, что остановило украинцев от продвижения вперед». Война РФ против Украины может продлиться еще 10 лет. К мысли о таких сроках так называемой СВО наталкивают действия российских пропагандистов. Условно, уже не Киев за три дня, а Киев до 2034 года. Аналитики Американского института изучения войны пишут о действиях пропагандистов Кремля, которые на днях активно распространяли заявления Медведева. Именно он упомянул 2034 год как год, когда Украина может исчезнуть. В Американском институте изучения войны также сообщают, что интерпретация пропагандистами слов Медведева говорит о том, что Кремль пытается приучить общественность к мысли о том, что Москва таки выиграет войну и уничтожит украинскую государственность в течение десятилетия. И, мол, надо подождать и потерпеть. Этот российский нарратив также прямо и решительно подрывает попытки некоторых кремлевских чиновников убедить, что Россия готова вести переговоры о мире с Украиной. И еще раз подчеркивать, что единственным желаемым исходом войны для Кремля является полное уничтожение украинского государства и народа. Напомню, что ранее в НАТО заявили, Россия практически без проблем способна воевать еще как минимум 3-4 года, так как приспособилась к жизни в условиях военной экономики. Кремль не готов говорить о завершении войны в Украине на втором саммите мира, который организовывает Киев. Лавров назвал подходы в рамках этого саммита неприемлемыми для России. В целом же, на короткий вопрос, что Россия ожидает от участия в этом саммите и будет ли присутствовать там, Лавров отвечал практически 15 минут. Вспомнив и Януковича, и 2014 год, и Крым, в своей речи в очередной раз глава МИД РФ заявил, что Россию постоянно обманывают и вообще надо учитывать позицию не Украины, на которую напала РФ, а говорить о мире на основе тех предложений, которые сделал Китай, говорит Лавров. Он также обещает, что Кремль будет делать все, чтобы их больше никто и никогда не обижал и не обманывал. Мы готовы к переговорам, но учитывая печальный опыт разговоров и консультаций с Западом и с украинцами, тот договор, который, я надеюсь, на каком-то этапе по европейской безопасности будет достигнут и в этом контексте будет урегулирован украинский кризис, мы, конечно, будем очень тщательно смотреть на формулировки и будем в этот документ закладывать предохранители от повторных, нечистоплотных, недоговороспособных интерпретаций. В Томской области РФ фактически признали иностранных трудовых мигрантов террористами и тонко намекнули, что им, как не россиянам, необходимо покинуть область, так как спокойно работать в регионе им не удастся. Губернатор области Мазур заявил, что коллегиальное решение, которое было принято внимание на антитеррористической комиссии, гласит следующее. С 1 ноября уже этого года иностранные граждане с трудовыми патентами не смогут работать в такси, водителями городского и пригородного транспорта, в гостиничном и ресторанном бизнесе, в сфере по подбору персонала, в розничной торговле, в производстве продуктов питания и готовых блюд, в обеспечении безопасности, в сфере образования и физической культуры. В Томске заявили, что собираются развивать кадровый потенциал за счет своих отечественных специалистов, а незадолго до такого решения в региональном управлении МВД пожаловались на то, что мигранты якобы часто нарушают закон и за полгода принято решение выдворить 158 иностранных граждан. 38 из них уже даже депортировали. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. В Украине опровергают информацию о том, что ВСУ пришлось оставить населенный пункт Крынки, который находится на оккупированной левобережной части Херсонской области. Напомню, осенью прошлого года украинским военным удалось создать плацдарм в районе этого населенного пункта. Сейчас в украинских силах обороны уточняют, что большое количество позиций действительно было уничтожено, но это не означает, что украинцы оставили свои позиции. Маю сказать, что ключевый наш меседж такий. Сили обороны Украины продолжают выполнять боевые задачи на левобережье Дніпра, в частности, и в районе населенного пункта Крынки. Однако, действительно, большинство основных позиций украинских войск в этом селе внаслідок интенсивного комбинованного и тривалого огневого вплива противника сруйнованы в щенц. И самое село просто перетворилось на груду каминя. Воно полностью снищено ворожими обстрелами. Это уже не населенный давно пункт. Это место, в котором фактически неможливо держать оборону. Но украинские защитники и надалее перебывают на вызначенных позициях и на плацдармах, именно так умноженны на левобережье Дніпра. В то же время на картах аналитиков мониторингового канала Дипстейт Крынки обозначены как территория, которая находится частично в серой зоне и частично под контролем ВСРН. Ракетный удар России по больнице Ахмадет – это сигнал Кремля, от которого стынет в жилах кровь, говорит Урсула фон дер Ляйен. Она вспомнила об этой атаке, когда говорила о недавних визитах Орбана в Москву. Фон дер Ляйен не считает поездку венгерского премьера мирной миссией. Россия делает ставку на то, что Европа и Запад станут мягкими, и некоторые в Европе ей подыгрывают. Две недели назад премьер-министр страны Европейского Союза отправился в Москву. Эта так называемая миротворческая миссия была ничем иным, как миссией умиротворения. Это была обычная миссия умиротворения. А в украинском офисе президента уже отреагировали на то, как глава МИД Венгрии Петер Сиярта решил вместе с Лавровым обсуждать ситуацию в Украине. Венгрия для себя выбрала этот путь, путь такого, скажем, ориентированного, пророссийского ориентирования внутри Европы и пытается на этом зарабатывать дополнительный субъект. Смотрите, про Венгрию говорят. Да, говорят в негативном ключе, но говорят. Если бы про Венгрию занимала позицию такую же, как все европейские страны, естественно, они бы говорили меньше. И, соответственно, зная, опять же, те же финансовые не гораздо, да, но те финансовые трудности, которые есть сегодня в отношении между Венгрией и корпоративным органом Европейский Союз в целом, ну, им бы было бы, наверное, сложнее эти финансовые вопросы, финансовые, скажем так, конфликты урегулировать. А так Венгрия более субъектно, каким кажется, да, то есть они вот таким путем, таким достаточно примитивным политтехнологическим путем, не забываем с вами о турне Орбана, он даже там ролики яркие, качественные, именно политтехнологические снимал, там, Дорога мира 1, Дорога мира 2.0, там, Дорога мира 3.0 и так далее, тому подобное, там, в Киеве был, в Москве был, в Бегине был, соответственно, в Вашингтоне был и так далее. И вот на этой политтехнологической скандальности они пытаются получить еще раз по черту дополнительную субъектность и не более того. Минск ушел под воду. Беларусь в очередной раз под ударом стихии. На этот раз в центре внимания столица республики. В некоторых местах города воды буквально по пояс. Тем временем в Беларуси отчитываются, что до сих пор ликвидируют последствия недавнего урагана, который обесточил более тысячи населенных пунктов. Уровень проблемы таков, что даже РФ предложила свою помощь, говорят у Лукашенко. Без света, кстати, до сих пор жители Мозорского района. Напомню, что у Лукашенко также говорили, что якобы из-за мощного урагана остановил свою работу и всем известный Мозорский нефтеперерабатывающий завод. В воюющей Украине под ударами дронов и ракет электроснабжение восстанавливается в течение суток. А в мирной Беларуси при диктатуре Лукашенко свет не могут дать людям стотысячного Мозоря больше двух дней. И это при том, что контроль за решением проблемы взял на себя сам диктатор. Контроль взял, но помощь не оказал. Даже элементарного привоза бутилированной воды не организовал. Не говоря уже об организации эвакуации наиболее уязвимых слоев населения – детей, стариков, больных и инвалидов. Люди остались предоставлены сами себе. Конечно, многие могут помочь себе сами – уехать к родственникам, на дачу. Но кто находится в больнице или под домашним арестом оказался беспомощным заложником данной ситуации. Люди сидят без воды, еды и света, заперти. Но, видимо, ему важнее поиск переноски для шпица или награждения верных карателей и пропагандистов в своем дворце медалями и грамотами. Друзья, спасибо вам за поддержку. Вы – наша опора. Я напомню, что ваша помощь и участие помогают нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране. И мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом, оставляйте свой донат или становитесь постоянным спонсором нашего канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от «Нехта» ищите в телеграм-каналах или на платформе «Икс». Спасибо за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok